всем здравствуйте друзья вы смотрите меня меня зовут владимир и наконец-то я смог еще раз пробиться на да собственно да прошел он так с рамос по ходу дела сейчас мы пытаемся его перепройти посмотрел новые карты интересные есть кое-что имбовская прям сильная имбовская вот спасибо вот посмотрим что это такое вот можно просто обычный режим от собственно его прошел давайте посмотрим вот вот они все три все выбил все карты мои тут у нас вот этот сволочь меня троллил вот эти вот 3 1 вот с вот этой сволочью очень долго бодался потому что вот это это очень плохо но зато когда играете за война и выкидываете разъемного берсерка это очень помогает то есть если есть карты которые бафаются за урон по вам это очень даже может помочь потому что частенько рандом распределяется как бьет персонажа если только одна карта стоит и редко когда попадает два раза в карту которая на столе так что постарайтесь выпускать побольше и играть собственно воином против нее это очень катит вот это вообще сволочь два трая на нее сделал только со второго раза смог ее победить тем же воином косяк вот в этой ее способности которая выки откидывает ваше существо вашу руку случайно причем она не может выбирать случайно то есть если у вас стоит два существа это очень хорошо можно то есть главное ее с память тут нужны карты которые с обочине призывают что очень хорошо и удобно то что если он выкинет второе существо который призывается у него мало урона она мало стоит вы сразу обратно и выкидываете чтобы собственно повысить шанс обратного его попадания в вашу руку ну и плюс на только на третьем ходу можно делать так что если у вас есть дешевая колода против нее это самый удачный вариант и в целом по всему первому кварталу нахс рамоса наверное посоветую так ну да про это рассказывал могу посоветовать только то что надо брать много ауе надо брать много сало нужны провокаторы ну то есть там уже прикидывать хотя бы два из из всех этих надо ну и то есть оружие очень помогает сайлент сауе короче барон гидон который у меня было наконец начал нормально играть ну что чистит хорошо стол что эти сволочи любят очень дешевых пауков на там типа за 213 ну и предсмертных хрифов много но об этом мы чуть попозже по игре уже поговорим давайте посмотрим на испытание наконец-то вы можете вносить с девятью боссами с рамоса перед ним победив на обычном режиме да 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 что пройти классные испытания получить награду новые карты вот собственно посмотрим что за новые карты нам еще могут дать а вон в чем прикол надо определенной колодой сыграть ну давайте давайте валиры валира очень хорошо пойдет против этих сволочей дадут нам на руба разрушителя вот эта сволочь вообще очень хорошая дешевая 45 если играть на дешевых колодах можно в принципе не бояться что он ваш существует выкидывает вашу руку но все это фигня давайте посмотрим все озвучено как всегда все переведено и то есть конечно против микс на играю это очень плохо она сволочь сильный и и кокон еще бы я знал какая у меня колода по ходу рандом дикий у нынешних карт очень мало своих которые больше семи атаки но они любят очень сволочи кидать великанов то есть например играл против меня кинули морского великана это было не очень круто эти уберем ну это все таки подешевле тем более если его вернут скорее всего вернут а вот как во пивовара можно быть сыграть отлично айди посмотрим ай поздороваемся мексная не умеет говорить поэтому постоянно шипит ухты эпический слезнюк прикольно конце вашего хода призывает на поле боя копию то что ммм копию этого существа наверно можно еще наложить на кого-то чтоб призывалась ладно в любом случае мы ничего не можем сделать давайте пойдем дальше посмотрим что из этого вырастет вот они пошли сволочи с предсмертными хрипами явно видно карта для сами понимаете охотника потому что кладете в руку случайную карту зверя а для охотника это полная победа ну наверное не будем кормить ее картами ну то есть целенаправленно вот монетка и кокон да да кокон а нет стойте горгулья тоже не очень хорошая карта так выбил себе сам я мало-то чуть смогу могу его обновить чтоб он не умер но сначала черт это плохо я могу с горгулей разведаться и упустить этого парня но он сразу потом уйдет давайте по хитрее попробуем вернем кеншру носит только два урона он полечится в конце что выпустим еще раз и затупил можно было вот сейчас сыграть эту херню ладно короче хорошая стратегия по-быстрому нанести больше ему урона потому что вот этот кокон концу игры он будет вас так бесить что вы просто вспомните все на свете так в принципе был бы еще провокатор я бы сам потом ударился но давайте черт придется чистить стол придется чистить стол ну-ка нет тоже пробовать не хочу потом как мы попробуем эти разменяемся подожди даже если он восполнится мы поменяемся с нашим на рубом тушителем все на полках да про это я забыл да тут паренек нас постоянно троллит за что ему большое большое спасибо не дает расслабляться так это хорошо это можно потянуть не могу эту тварь убить он опять зверя возьмет и наверняка там будет еще вот этот один самый косяк то что он тоже звери это вообще ужас до пауки начали приравняться к зверям очень печальная ситуация давайте меня за один ничего нет самая проблема и за 3 2 раза ничего сыграть не могу но давайте выпустим этого парня и этого парня и что и ничего о прикольненько много новых анимаций а вот и он да теперь мы будем очень сильно думать если у вас противника есть 4 больше вот попытаемся пережить сейчас нас память если он еще два существа выпустит ах а сейчас бы охотник бы как зашел не подумал ладно давайте не 4 не не будем пока дайте выпустим счетного тушителя и я затупил да еще этого парня размениваться мы не будем мы будем бить в лицо такие мы хитрые пусть меняется сам мы сейчас потихоньку заспамить это дело хорошо бы если бы он умер он бы закинул вот этого обратно парня да давай давай нет ну конечно да и было четыре шанс был очень маленький и дешевые великаны мне очень надо чтобы этот парень вернулся ко мне обратно но сейчас я смогу сыграть ментального техника и поставить провокаторов отлично или даже или даже добить его гиганта вот честно если мне повезет давай но не очень хорошо я сам могу его убить в принципе но сейчас мне не нужен великан или 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 не очень любом случае мы делаем провокаторов из вот этих даже лучше из вот этих парней чтобы он в любом случае должен был убить и теперь мы собственно немного в жопе что этими двумя не могу разменяться на него хотелось бы они очень смогут быть очень плохие карту и 16 урона меня прилетит так что ладно не будем об этом думать давайте стараемся его добить если зайдут карты следующий ход и смогу его убить да отлично идет на размен вот тоже плохая карта но она эпическая ясен перец в конце каждого хода плюс один один на это сами понимаете очень плохо пустана в маскировке сразу же и она благо в каждый ход а не как гру или как так давайте посчитаем смогу ли нанести я смогу этих сыграть так в любом случае натягиваем клинки выпускаем этого парня для серии теперь 2 6 7 8 9 10 да мы победили поздравляю товарищей с победой отлично мекс на получила по своим шипастым щам по своим хелицером да забыл поговорить что все таки новая аренка теперь интересная клевая не все разнообразие еще в ней понял но как минимум этот кристалличек можно долго долбить наверняка он сломается или или оторвется с этих виней вылетит старые темы варкратовские здесь работают тоже да и вот собственно то самое за что я люблю первые минуты накс рамоса это вылет ну оставайтесь с нами с постараемся перезапустить